Конечно же, тематика акушерской, так скажем, материнской смерти, это крайне знаковая и неприятная ситуация, и на догоспитальном этапе в том числе. Ну, на догоспитальном этапе это потенциально, так скажем, актуальная проблема, потому что четких цифр ни у нас, ни за рубежом на сегодняшний день, в общем-то, найти практически не удается. То есть есть какая-то общая материнская смертность и так далее, но именно что произошло на догоспитальном этапе, в статистике чаще всего отсутствует. Тем не менее, какие-то вот эпизоды, в том числе, скажем, и по опыту станции скорой помощи города Москвы, и других регионов отечественных и зарубежных, соответственно, какие-то цифры, они, в общем-то, имеют место быть. Ну, с точки зрения актуальности, вот причины остановки кровообращения у беременных внеоперационной, вы видите, что это достаточно значимая соматическая патология, определенная ятрогения может к этому приводить, непосредственно акушерская патология и так далее. То есть это вполне актуальные проблемы, которые потенциально могут приводить к столь грозному осложнению. И с точки зрения протоколов на сегодняшний день у нас есть актуальные рекомендации как Европейского совета по реанимации 2021 года, так и рекомендации Американской ассоциации сердца 2020 года, в которых в этот раз четко имеются ссылки именно на остановку кровообращения у беременных. То есть вот эта позиция как бы здесь представлена. К сожалению, у нас, несмотря на то, что достаточное количество организаций, которые вроде бы должны были создать какие-то отечественные протоколы, пока у нас их нету своих собственных. Были, ну так скажем, некий проект клинических рекомендаций, потом думали о том, что они станут методическими рекомендациями, но пока ничего этого нету. Поэтому основное, на что мы можем ориентироваться, да, мы можем ориентироваться на европейские рекомендации, в частности, 2021 года. Что еще можно сказать о том, что в рамках материнской смертности, вы видите весь и все вы знаете эти периоды, именно специфическим периодом с точки зрения оказания сердечно-легчиной, проведения сердечно-легчиной реанимации является вот этот период, да, то есть больше 20 недель беременности до непосредственно процесса родоразрешения. Здесь представлены те особенности, присущие беременности, которые могут влиять на проведение сердечно-легчиной реанимации, то есть почему может быть какая-то специфика по сравнению с другими контингентами пациентов, получивших остановку кровообращения. И в частности, важная позиция – это вот этот вот пресловутый синдром нижней пола и вены, который предполагает изменение техники сердечно-легчиной реанимации, то есть мы не должны об этом забывать, ни на догоспитальном этапе, ни в стационаре. И хотя доклад по идее, да, как бы называется, что сердечно-легчина реанимация на догоспитальном этапе, но то же самое с точки зрения основных позиций протокола касается и стационара. Ну, соответственно, комплекс сердечно-легчиной реанимации у беременных мы можем представить как стандартный комплекс расширенной сердечно-легчиной реанимации, который дополняется какими-то техническими и тактическими позициями, на которые мы также должны обращать внимание, в том числе и при заполнении последующей медицинской документации. Ну, первое, это не отличающиеся от комплекса сердечно-легчиной реанимации у других контингентов, то, что основа эффективной реанимации, это качественные компрессии грудной клетки, то есть незамедлительно начатые, проводимые технически правильно. Мы эту позицию с вами знаем, и в европейских рекомендациях прописано, что расположение рук при проведении компрессии грудной клетки у беременных рекомендовано стандартное, несмотря на различные работы, которые говорят, что топографическая анатомия сердца при беременности на больших сроках может немножко меняться. Тем не менее, на сегодняшний день именно рекомендации предполагают стандартное расположение рук на грудине. Соответственно, важный момент, который отличает комплекс сердечно-легчиной реанимации у беременных на больших сроках, это обязательно устранение компрессии нижней пола и вены, потому что мы с вами сказали, что если это не делается, то практически венозный возврат, а соответственно и вот этот вот искусственный сердечный выброс при компрессии грудной клетки, он становится практически никаким, то есть реанимация эффективной не будет. Что нам рекомендуют? И Европейский совет по реанимации, и Американская ассоциация сердца рекомендуют как основной компонент, это ручное смещение матки влево. Речь идет о том, что это наиболее эффективный способ, но если мы говорим о догоспитальном этапе, то есть о каком-то ограничении в количестве членов бригады, то понятно, что один человек зависает только на выполнении данного постоянно проводимого мероприятия, то есть это, конечно же, не сильно целесообразно. Поэтому у Европейского совета по реанимации есть другое предложение, которое Американская ассоциация сердца не поддерживает, а именно то, что можно сместить матку влево путем просто, так скажем, смещения таза пациентки, то есть подложить валик и так далее и тому подобное. Такая ситуация возможна и в рамках догоспитального этапа, это на самом деле единственно возможный момент на первых этапах реанимации. Что на сегодняшний день может быть? Если у бригады есть устройство для автоматических компрессий грудной клетки, то тогда это освобождает руки одного человека, который может постоянно проводить ручное смещение матки влево, то есть обеспечивая адекватность вот этих вот компрессий. И что очень важно, с точки зрения медицинской документации, сегодня в другом, правда, зале у нас были прекрасные сообщения, по поводу юридических проблем у анестезиологов, реаниматологов, правильно заполнение медицинской документации. В частности, на догоспитальном этапе на сегодняшний день есть приложение к форме карты вызова бригады скорой помощи, а именно протокол сердечно-легочной реанимации, который формализует проведение этих реанимационных мероприятий. И в рамках заполнения данного протокола, если это беременная большого срока, обязательно должно быть упоминание о том, что проводилось так или иначе смещение матки тем или иным методом. То же самое должно быть, если нет формализованного протокола, просто записано в рамках протокола сердечно-легочной реанимации, там в истории болезни. Следующая позиция комплекса сердечно-легочной реанимации – это максимально ранняя КГ-диагностика, ничем не отличается от других контингентов. Регулярная КГ-оценка каждые две минуты, и если есть показания, то максимально раннее проведение электрической дефибрилляции. И также в европейских рекомендациях прописано, что на сегодняшний день не меняется ни стандартное расположение электродов, ни стандартных энергий разряда у беременной. То есть это никак не меняется по сравнению с привычными другими контингентами. Раннее обеспечение стойкой проходимости дыхательных путей. И у беременных, в отличие, скажем, от других контингентов, восстановление проходимости верхних дыхательных путей при реанимации стоит раньше, чем сосудистый доступ и введение препаратов. Почему? Потому что мы говорим о том, что у них достаточно большая задолженность по кислороду, возможно, то есть раннее развитие гипоксических осложнений. Поэтому на первом месте это более адекватное обеспечение респираторной поддержки в рамках сердечно-легочной реанимации. С точки зрения стойкого обеспечения проходимости дыхательных путей, это те методы, которые нам доступны и удобны, но тем не менее появляются статьи, они не касаются беременных, но эти статьи легли в основу рекомендаций, как европейских, так и американских посердейши-легочной реанимации, где было показано, что надгортанное устройство при проведении реанимационных мероприятий на догоспитальном этапе более успешной с точки зрения прогноза оживления, выживаемости и неврологической реабилитации у пациентов с остановкой сердца. Почему? Потому что быстрее, потому что мы не тратим время много и не прерываем надолго компрессии грудной клетки, что наиболее критично, когда вводим вслепую то или иное надгортанное устройство, там в частности это статья по ларингеальным трубкам, другие статьи есть по ларингеальным маскам и так далее, по сравнению с интубацией трахеи. Поэтому в европейских рекомендациях прозвучало, что рекомендовано на догоспитальном этапе, в частности, стартовое применение надгортанных устройств, а стартовая интубация трахеи во время реанимации возможно, но только если вы уверены, что вы на это затратите не больше пяти минут перерыва в компрессиях. Если не уверены, то надгортанное устройство более целесообразно. Обеспечение сосудистого доступа, в том числе, если у нас есть какие-то проблемы технические, это внутрикосный доступ, который на сегодняшний день регламентирован, в том числе на догоспитальном этапе, введение медикаментов, в частности, адреналина, антиаритмиков, если это надо, в стандартных дозах, то есть тоже у беременных нет какой-то специфики по сравнению с другими контингентами. Детализировано в рекомендациях Американского ассоциации сердца, что если мы используем внутрикосные устройства, то целесообразен доступ, который обеспечивается над диафрагмой. То есть чаще всего это введение внутрикосной иглы в головку клещевой кости по сравнению с традиционной, скажем, большеберцовой костью. Следующий важный пункт из комплекса сердечно-лёгочной реанимации – это поиск. И если этот поиск увенчался успехом, то коррекция обратимых причин остановки кровообращения. Без этого пункта на сегодняшний день мы не можем называть реанимацию расширенной, если он не ведётся так или иначе. И всем нам известно вот эти пресловутые там 4H4T. Что из этого наиболее характерно для беременных с точки зрения обратимых причин? Ну, понятно, что кровопотеря, возможно, как причина остановки кровообращения, и, соответственно, на это нужно обращать внимание, в том числе параллельно инфузии и так далее. Это различные эмболии, в частности, это может быть ТЭЛО, это может быть острый коронарный синдром, который на сегодняшний день нередок у беременных различных возрастов. И, соответственно, в рамках проведения сердечно-лёгочной реанимации необходимо решать вопрос логистически, в том числе, о проведении параллельности сердечно-лёгочной реанимации тех или иных инвазивных мероприятий, в частности, коронарографии и стентирования, в частности, там, ЭКМО, если вдруг это надо, и так далее. И вопрос с любимыми нами зачастую, когда есть показания терапии магнезии, одной из причин остановки кровообращения потенциально мы можем считать гипермагнезию, а значит, в качестве дополнения в стандартный комплекс медикаментозной сердечно-лёгочной реанимации, в этом случае мы будем включать, предположим, препараты кальция. То есть у нас должна быть настороженность в этом плане. Если пациентка, предположим, ухудшается и даёт остановку сердца на фоне терапии сульфатом магния, то нужно предполагать, что, возможно, здесь это и было причиной. И тогда кальций мы будем включать не стандартно, а именно вот в этих клинических ситуациях. Что ещё важно? Важна акушерская тактика. Она тоже известна, что при остановке кровообращения после 20 недель беременности всё из-за того же синдрома нижней пола и вены, если госпитальная остановка кровообращения не сопровождается оживлением в течение первых 4 минут реанимации, необходимо решать вопрос об экстренно-кесаревом сечении. Всё понятно на этапе стационара. По идее, это стандарт, который в том числе прописан и у нас. На догоспитальном этапе однозначно не рассматривается вопрос, что на месте необходимо проводить кесарево сечение, правильно, там врачом скорой помощи, предположим, или врачом-анестезиологом-реаниматологом выездной бригады. Однозначно нет. Но, соответственно, необходимо, чтобы эта пациентка была доставлена в тот стационар, который может это кесарево сечение экстренно привести. Соответственно, опять же, в американских рекомендациях детализирована тактика догоспитального этапа. Вы видите, догоспитальный протокол должен обеспечить незамедлительную эвакуацию в стационар с возможностью экстренного оперативного рода разрешения на фоне непрерывного продолжения реанимации. Как это возможно? Понятно, что вручные компрессии во время движения автомобиля скорой помощи невозможны. На сегодняшний день это считается и неэффективным, и запрещенным по охране труда. Поэтому речь идет о том, что если в течение 4 минут проведения реанимации на месте мы не получаем эффекта, то целесообразно при наличии аппарата для компрессии грудной клетки пациентку ввести в тот стационар, который может обеспечить вот эти инвазивные мероприятия, в частности кесарево сечение, которое обладает данным оборудованием. И, соответственно, дальше логистически эта цепочка все равно приводит к тому, что больная максимально рано должна быть доставлена на фоне проведения реанимации, то есть больная еще с клинической смертью должна быть доставлена в тот стационар, который может обеспечить данные позиции. Ну и завершая мой доклад, я хочу показать те позиции, которые позволяют нам, ну не допустить, предположим, по возможности эту остановку кровообращения. То есть речь идет о том, что на всех этапах. Это касается, кстати, и стационара, потому что внутри больничной транспортировки пациентки, в том числе на какие-то диагностические мероприятия и так далее, тоже должны проводиться правильно, то есть обязательно с недопущением возникновения синдрома нижней пола и вены. Ну и мониторинг, да, то есть целесообразен у пациентки во время проведения реанимационных, во время, так скажем, транспортировки ее в стационар, пока она живая, правда? И тогда, возможно, мы успеем что-то сделать, чтобы не допустить остановку и начинать что-то с ней делать. Спасибо, коллеги.